21 сентября в Великом Новгороде прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями передовых инженерных школ и их партнерами. Напомним, в апреле 2022 года было подписано постановление правительства о мере государственной поддержки программы развития передовых инженерных школ. В рамках проекта вузам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляются гранты на создание передовых инженерных школ по ключевым направлениям развития науки и технологий. Общий бюджет проекта до 2024 года составил 34 миллиарда рублей. Тогда заявки на конкурс подал 91 вуз из более чем 40 регионов России. Партнер СВИСПАО «КамАЗ» Казанский федеральный университет выступил с заявкой на создание передовой инженерной школы «Киберавтотех» с тремя приоритетными направлениями развития. Интеллектуальный автомобиль, автомобиль с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. Отметим, что при создании передовой инженерной школы учитывалось множество факторов, включая территориальное преимущество. На территории Камской промышленной агломерации развиваются пять ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Ежегодная потребность в инженерных кадрах предприятий, расположенных на этой территории, превышает 5000 человек. Казанский университет надеется вместе с индустриальными партнерами и научными организациями к 2025 году отработать и запустить серию технологий производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа намерена представить тиражируемые решения в сфере организации цифровых производств. К 2026 году здесь хотят наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам. К 2030 школа должна предложить эффективную оригинальную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. Как и для большинства небольших городов, для нас особенно проблема связана с кадром. В первую очередь, конечно же, молодежи. Поэтому для нас передовая инженерная школа – это один из инструментов создания решения этой проблемы. И как раз КАМАЗ предоставляет нам реальные боевые задачи, которые позволят притянуть как магнит к нам в набережную Чумы филиал побольше талантливых детей, которые смогли бы решать реальные задачи. Еще хотел бы отметить, что передовая инженерная школа на базе Казанского федерального университета, она отличается тем, что нас поддержал не только КАМАЗ, а нас поддержал и Республика Татарстан. Она готова финансировать в равных долях, как и КАМАЗ, по 600 миллионов. Далее заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО КАМАЗ, индустриального партнера Киберавтотех Ирик Гумеров рассказал о задачах, которые решаются в рамках передовой инженерной школы. Прежде всего, это квалифицированные кадры, инфраструктура, финансирование и хорошие научно-технические направления. Также он рассказал о направлениях, которые планируют реализовать. Одно из них – автомобили и транспорт с низким углеродным следом. Второе, нам нужно, конечно, как бы правильно здесь упрекнули, больше сделать локального контента, локальных компонентов. И для этого опять нужна хорошая инженерная работа. Мы планируем создать новое поколение электробусов, электромобилей и рассматриваем и реализуем уже водородные автобусы и автомобили на водородном топливе. Гузель Капитонова отметила, что для того, чтобы сделать прорывные разработки, необходима существенная материально-техническая модернизация, закупить современное оборудование и программное обеспечение, причем отечественного производства. Вот вопрос в следующем. Можно ли федеральное финансирование в рамках передовой инженерной школы сделать таким образом, что большинство затраты сделают в ближайшие годы, чтобы купить это оборудование, а остальные уже затраты сделают потом? Гузель Капитонова, директор А.Семкин Корректор А.Егорова Но если это связано с закупкой дорогостоящего оборудования, еще что-то, сделать можно, тем более, что вот сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемые бюджетные правила и уверенно будем сокращать дефицит бюджета данного лица в 0,7%. Это значит, что вот в этом году, даже в этом даже еще, может быть, проще сделать, и в 2023 году, где дефицит планируется в 2%. У нас, я думаю, что, может быть, и двух-то не будет, на самом деле, может быть, меньше, но, или где-то в этом, но, во всяком случае, ресурсы есть, и, конечно, наверное, можно сдвинуть чуть-чуть влево. Работаем. Напомним, проект «Передовые инженерные школы» призван обеспечить высокопроизводительные и экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, а также создать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с ведущими компаниями Российской Федерации. В 2024 году планируется запуск более 500 новых программ, опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Более 200 выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены высокотехнологичные компании и предприятия Российской Федерации. Елизавета Никитина, Универньюз.